Здравствуйте, дорогие партнеры Тяньши! Я очень рад, что наши встречи дают нам возможность обсуждать вопросы здоровья. Сегодня мы снова поговорим с вами о китайской культуре оздоровления, история которой насчитывает более пяти тысяч лет. Мы часто говорим, что над головой у нас находится небо, под ногами – земля, человек в середине. Необходимо добиться единства неба, земли и человека. Нужно следовать законам природы. Только тогда можно получить всю радость жизни, которую может дать нам природа. Человек должен жить в гармонии с небом и в гармонии с землей. Только тогда он сможет обрести счастье. И у неба, и у земли есть свои законы. Человек не может их нарушать. На небе есть солнце, луна и звезды. У человека есть субстанции дзин, ци, шэнь. Живя по законам природы, человек должен уважать ее законы и учитывать главные процессы четырех времен года. Весна – время рождения. Лето – время роста. Осень – время сбора. Зима – время хранения. Некоторые считают, что природу можно подчинять, улучшать под свои потребности. Но мы не в силах изменить этот мир. Человек должен научиться использовать природные процессы, чтобы получать пользу и жить в гармонии. Мир вокруг нас – это макрокосм. А человек – микрокосм, жизнь которого должна согласовываться с большим космосом. Если небо, земля и человек находятся в гармонии, человек будет счастлив. Традиционная китайская медицина описывает, какие процессы происходят в каждом времени года. Весна – стихия дерева, время активности печени. Лето – стихия огня, время активности сердца и тонкого кишечника. В середине лета, в период шанся, максимально активность селезенка. Осень – стихия металла, активный легкий и толстый кишечник. Зима – стихия воды, активны почки и мочевой пузырь. Нужно учитывать смену времен года, чтобы эффективно защищать внутренние органы. Сейчас в северном полушарии зима. Как оберегать здоровье зимой? Нужно вставать вместе с солнцем, а когда солнце заходит, мы должны отдыхать. Вставать с рассветом и ложиться на закате – это условие соответствует требованиям наших внутренних органов. В ночное время организм начинает заготавливать кровь и отправляет ее на хранение в печень. Эта кровь потребуется для обеспечения потребностей следующего дня. Если мы ложимся спать позже, чем в 11 вечера, так мы перенапрягаем печень и не получаем достаточно крови для сердца. Свежую кровь, которую была запасена в печени на следующий день, мы израсходовали за время бессонной ночи. На второй день у нас не будет достаточно энергии и сил, как физических, так и психических. Цвет лица будет темным с желтизной. Недостаток крови не даст нам нормально работать. Лучше всего к 11 вечера переходить в состояние отдыха. Особенно в час цзи – время с 11 вечера до часу ночи. В это время янная ци слабее всего. Инная ци находится на подъеме. А значит, надо находиться в покое и накапливать энергию, дать организму подготовиться к следующему дню. Самая большая мудрость китайской медицины – лечить болезнь до ее возникновения. Это значит, что надо заниматься профилактикой. Мы должны укреплять здоровье и заниматься профилактикой заболеваний. Но если заболеем, обязательно надо обратиться в больницу и лечиться под контролем врача. А после лечения надо проводить восстановительные мероприятия. Фактически же все происходит так. Люди ждут заболевания, лечатся, а потом ждут следующего заболевания. Правильная схема сохранения здоровья совершенно иная. Надо заниматься укреплением здоровья. Если все-таки заболевание случилось – контролировать и лечить. А после выздоровления заниматься укреплением здоровья. Мы сегодня с вами говорим о мудрости китайской медицины. Главные ее постулаты – это очищение, регуляция, восполнение и общее укрепление здоровья через первые три меры. Организм нужно очищать от физиологического мусора, после чего восполнять необходимые ему питательные вещества. Организм человека постоянно осуществляет внутренний и внешний обмен. Регуляция обеспечивает динамическое равновесие всех процессов в организме. Должны быть уравновешены инь и ян, лево и право, вверх и низ. И, конечно же, надо укреплять иммунитет, чтобы не болеть. Это мудрость китайской культуры оздоровления. Начинать надо с очищения. Необходимо обеспечить чистоту внутренней среды организма. Нужно давать организму все необходимые ему вещества, для того, чтобы предотвратить развитие заболеваний. Это привычки здорового образа жизни. Это законы здоровья. Человек стремится к долголетию. Но это должно быть здоровое долголетие. А здоровое долголетие формируется ежедневными, постоянными усилиями. С каждым глотком воды или пищи, с каждым сказанным словом, с каждой эмоцией. Все это влияет на наше здоровье. Мы обязательно должны сделать очищение, регуляцию, восполнение и укрепление организма своими жизненными привычками, чтобы жить счастливо и долго. Начнем разговор с очищения. Очищение – это выведение из организма токсинов и физиологического мусора. От них надо освободить все органы и системы – дыхательную, мочеполовую, опорно-двигательную. Питательные вещества, когда они превышают потребности организма, тоже становятся мусором и ядом. Есть еще и психологический мусор. Это дурные мысли и негативные эмоции, которые копятся в нашей душе и в нашем уме. От ненависти и стресса нужно вовремя уметь избавляться. Нужно избавлять организм от мусора в мышцах и кровеносных сосудах, от лишнего холестерина. Очень много токсинов скапливается в кишечнике. Если от них регулярно не избавляться, может нарушиться перистальтика, а следом за ней нарушится усвоение питательных веществ. Нужно менять внутреннюю среду организма, делать ее здоровой. Многие люди живут так, что из-за состояния внутренней среды организма они могут заболеть в любую минуту. Если процесс очищения проходит регулярно, мы снизим нагрузку на печень и почки. Я приведу утрированный пример. Если мы на завтрак съедаем две булочки и выпиваем бутылку молока, этого вполне достаточно для насыщения. Но если мы съедим пять булочек и три жареных куриных окорочка, а потом запьем бутылкой молока, то мы почувствуем себя крайне дискомфортно. Есть хороший принцип. Не важно, сколько мы съели. Важно, сколько из этого мы можем переварить и усвоить. Не надо переедать, так как это создает дополнительную нагрузку на печень и почки, а излишние питательные вещества остаются в теле и формируют отложение токсинов. Очищение мы проводим для того, чтобы добиться равновесия в организме. Внутренняя среда должна быть в равновесии. Например, печень и желчный пузырь – это парные органы, связанные по принципу внутреннее-внешнее. Должно быть равновесие между внешним и внутренним. Часто говорят, что печень и желчный пузырь – это братья. Желудок и селезенка – это супруги. Они тоже связаны по принципу внутреннее-внешнее и тоже должны находиться в равновесии. По этому же принципу связаны сердце и тонкий кишечник, легкий и толстый кишечник. Равновесие тоже должно быть между почками и мочевым пузырем. Внешнее и внутреннее – инь и ян. Полные и плотные органы – все должно быть в равновесии. Реакция внутренней среды организма должна быть 7,35 или 7,45. Такой показатель pH оптимален для развития и функционирования иммунных клеток. Если же внутренняя среда становится сильно закисленной, это самое оптимальное место для размножения вирусов и бактерий, а хороших и условий для иммунных клеток не будет. Поэтому показатель pH в организме должен быть оптимальным для развития иммунных клеток, чтобы они выполняли свои физиологические функции и не давали развиваться различным патогенным факторам. Здоровая внутренняя среда создается за счет регуляции внутреннего кислотно-щелочного баланса. Баланс необходимо соблюдать в питании. Если в рационе есть излишек соленого, сладкого, кислого, это нездоровая структура питания. Именно здоровая структура питания позволяет создать реакцию внутренней среды с показателем 7,35-7,45. Перейдем к понятию восполнение. Надо помнить, что ежедневный рабочий режим и нагрузка у каждого человека разные. Когда мы спокойны, то достаточно спим и регулярно питаемся. Но когда на нас внезапно сваливается срочная рабочая задача, мы начинаем волноваться, питаться неразумно. Или у нас вообще нет времени на восполнение энергии питательных веществ. В подобной ситуации обязательно нужно следить за структурой питания и через нее стабилизировать свое состояние. Нельзя допускать, чтобы внезапные нагрузки на работе или неожиданные происшествия приводили в беспорядок наш режим питания и настроения. Мы должны давать достаточное питание организму. Но существует и другая сторона проблемы. При большой доступности разнообразных лакомств возникает соблазн съесть очень много. Употребление чрезмерного количества пищи удовлетворяет только центры наслаждения в мозге. Рот радуется, нам вкусно, языку приятно, на кончике сладко, у корня горько, по двум сторонам кисло, а в середине солено. Так вкусы ощущаются на языке. За красиво накрытым столом, истощающим аппетитные ароматы, очень легко увлечься и переесть. Но какое бы вкусное блюдо или лакомство вы не употребили, надо понимать, что язык-то получил удовольствие, а вот нагрузка на внутренние органы увеличилась. И мы не только не получили сбалансированного набора необходимых питательных веществ, а как раз нарушили баланс. Только сбалансированный рацион дает полноценное питание клеткам организма. Только так у клеток будет достаточно энергии. Поэтому мы обязательно должны восполнять те питательные элементы, которые у нас в дефиците. Если мы едим то, что нравится, это вовсе не означает, что мы питаемся правильно. Что же делать? Четко определить особенности своего рациона, понять, каких питательных веществ не хватает, и восполнить их за счет приема соответствующих БАДов. Например, спирулина – это очень хороший и по содержанию необходимых элементов сбалансированный продукт. Неважно, какую пищу вы едите, чтобы утовлетворить свои пристрастия или аппетит. Ведь не факт, что вы получаете гармоничный набор питательных элементов. Что делать? Принимаете по 6 капсул спирулины в день дополнительно к пище. В спирулине тяньши содержится полноценный набор всех необходимых человеку питательных веществ. Так мы сможем сохранить радость и удовольствие от приятной пищи и одновременно дадим организму все питательные вещества, которые ему необходимы. Насколько это хорошо. Мы начинаем разбирать профилактику. Это четвертый шаг из комплекса очищения, регуляция, восполнение профилактика. Между четырьмя временами года есть переходные периоды. В периоды смены времен года организм проходит определенную адаптацию к новому сезону. Начало весны, начало осени, начало лета это важные периоды китайского календаря. Мы должны помнить, что в такое время надо заниматься профилактикой возможных болезней, особенно простуды, лихорадки, поноса и так далее, включая повышение артериального давления у пожилых людей. При смене сезонов человек ощущает определенный дискомфорт, а если в переходные сезоны вы не спите по ночам, испытываете стресс на работе, нервничаете, то эти негативные факторы сильно влияют на снижение иммунитета, а сниженный иммунитет это неполноценная защита от инфекций. Если человек нервничает или сердится, это очень опасно. Стресс и злость это спусковые крючки для многих заболеваний. Злость подобна тигру, спустившемуся с горы, чтобы убивать людей. Также опасен гнев. Если вы испытываете злость и гнев во время смены сезонов, особенно в сочетании с высокими нагрузками на работе или с какими-то либо неприятными событиями, это может быть, начиная от несчастной любви и заканчивая финансовыми потерями. Соединение всех этих негативных факторов может очень легко спровоцировать болезнь. Что же делать? В переходные между сезонами периоды обязательно надо заниматься профилактикой. Поможет продукция тяньши. Например, в начале зимы или при наступлении сильных морозов следует начать прием капсул с мицелием кардицепса. При небольшом насморке надо принять две капсулы и через два часа еще две. Таким образом, вы задавите болезнь в самом зародыше. Мы можем использовать продукцию тяньши для повседневной профилактики. Так мы сформируем хорошие жизненные привычки, которые будут включать очищение, регуляцию, восполнение и профилактику. А хорошие жизненные привычки обеспечат нам хорошее здоровье. Основы теории традиционной китайской медицины образы первостихий дерева, огня, земли, металла, воды. Древние мудрецы сформулировали принципы культуры оздоровления. Весь природный универсум они свели к пяти основным стихиям или базовым видам вещей. По своей сути, это пять видов энергетических состояний. Но мы будем разговаривать о них с поверхностной точки зрения, как о пяти видах вещей. Стихия дерева в китайской медицине обозначает печень. Основной механизм работы печени порождение и распространение вширь. Так же, как и дерево, растет вверх и в стороны. В этом их суть и характер похожи. Стихия огня – это сердце. Сердце порождает жар. Стихия земли – селезенка. Селезенка отвечает за процессы пищеварения, за усвоение питательных веществ из пищи. Легкие – это металл. Они управляют энергией Ти всего организма. В организме человека кровь движется под действием Ти. Так как легкие – главный распределитель Ти, они играют важную роль в обеспечении кровотока. Когда в организме Ти и крови достаточно, все клетки получают достаточное питание. Почки – это стихия воды. Вода – это образ почек. Почки управляют костями, порождают костный мозг и оказывают влияние на головной мозг. Хорошее состояние почек обеспечивает хорошую функцию памяти и интеллекта, замедляет старение. Только при нормальных связях между почками, костным мозгом и головным мозгом у человека достаточно жизненных сил и хорошее состояние здоровья. Образы первостихий – дерево, огня, земли, металла, воды – связаны между собой. Между ними существуют отношения взаимопорождения и взаимоподавления. Между ними есть поддерживающие и подавляющие связи. Такие же связи есть между пятью парами основных органов. Через эти связи обеспечивается гармоничная и согласованная работа всех внутренних органов и систем. Так же, как у шестеренок в машине. Движение одной обеспечивает движение других. Если какой-то орган слишком слаб или наоборот силен, он нарушит согласованную работу всех органов. Стихия дерева, орган печень, порождает стихию огня, сердца. Если огонь слишком силен, он все сжигает, остается пепел. Это стихия земли – селезенка. В земле скрыты металлы, символ легких. Металл порождает воду, а вода, в свою очередь, питает дерево. Так устроены отношения взаимопорождения между первостихиями и между внутренними органами. Но между ними существуют и отношения взаимного подавления. Дерево подавляет землю, земля подавляет воду, Вода подавляет огонь, огонь подавляет металл. Так устроен порядок взаимного подавления. Отношения между внутренними органами такие же. Например, печень, которой соответствует стихия дерева, выполняет функцию хранения крови, которая потом поступает в сердце. Сердце порождает огонь. Этот огонь согревает селезенку. Работа селезенки обеспечивает полноту тси, которая управляется легкими. Легкие отвечают за движение вниз и поэтому регулируют воду почек. Это круг взаимного порождения или взаимной поддержки. А вода почек вскармливает дерево печени. Печени соответствует стихия дерева. Поэтому, если печень работает нормально, Стихия дерева поддерживает стихию огня. Сердце тоже хорошо выполняет свои функции. Сердце порождает тепло. Для чего используется это тепло? Для согревания селезенки. Селезенка отвечает за транспортировку и пищеварение. За счет ее работы образуется тси, которая поступает в легкие. Когда в легких достаточно тси, легкие управляют водой почек. Если воды почек достаточно, она вскармливает стихию дерева, которая соответствует печень. Так организованы связи взаимной поддержки и взаимного подавления между внутренними органами, которые описывает система пяти первоэлементов или первостихий. Они поддерживают и ограничивают друг друга, за счет чего обеспечивается гармоничная работа всех органов. А сбалансированная работа всех внутренних органов – это основа крепкого здоровья человека. Дальше мы посмотрим, как образы пяти первостихий связаны с разными жизненными явлениями, включая органы и ткани организма. Пяти первостихиям соответствуют пять видов тканей. Каждый из внутренних органов управляет одним из пяти видов тканей. Печень – сухожилиями, сердце – кровеносными сосудами, селезенка – мышцами, легкие – кожей, почки – костями. Бывает ли у вас так, что просыпаясь утром, вы обнаруживаете, что ваши кисти сжаты в кулаки, очень напряжены? Почему так происходит? Потому, что прошлой ночью вы не отдохнули и нанесли ущерб печени. Печень управляет сухожилиями. Соответственно, при сжатости и напряжении мышц надо искать проблему с печенью. В китайской медицине есть диагностика по пульсу. Если на запястье пульс прощупывается слабый, это свидетельствует, что есть недостаток крови и тси. О проблемах с каким органом этот симптом сигнализирует? О проблемах с сердцем. Наверняка имеется недостаточное кровоснабжение, чувство сжатости в груди и боли под лопатками. Почки управляют костями. Иногда у людей появляются боли в пяточной кости. Это симптом нарушения работы почек. Возможно, человек переутомился. Соответственно, тси почек недостаточно. Некоторые люди начинают жаловаться на боли в мышцах. Часто это бывает симптом снижения функции селезенки, так как селезенка управляет мышцами. Если вы видите, что кожа на лице портится, если волосы становятся блеклыми, это значит, что надо позаботиться о легких, так как за кожу отвечают легкие. Не всегда такие симптомы говорят о заболевании. Это вполне может быть какое-то функциональное нарушение, возникшее от переутомления или перегрузок на работе. Я показал вам, как в повседневной жизни наблюдения за пятью видами тканей помогут нам следить за состоянием внутренних органов. Так в повседневной жизни мы можем понять, какой орган надо укреплять. В китайской медицине у каждого органа есть свой внешний агент. Их называют ухва – пять украшающих. По их состоянию можно определить состояние органов. Печень соответствует кисти рук и ногти, сердцу – лицо, селезенке – губы, легким – кожа, почкам – волосы. Состояние печени оценивают по кистям и по состоянию ногтей. Давайте сделаем небольшое отступление. Орел, летающий высоко в горах, может разглядеть даже бегущую мышь. Его мышцы настолько сильны, что он способен когтями схватить барана в горном ущелье и поднять его высоко в воздух. Сила мышц свидетельствует о хорошей работе печени. Если проводить аналогию с людьми, то возникающие проблемы мужского здоровья, снижение сексуальной активности, слабая эрекция, часто проистекают от печени. Проблемы с печенью могут быть причиной развития импотенции и заболеваний мужской половой сферы. По каким внешним признакам мы можем оценивать состояние почек? Если волосы сухие, тусклые и ломкие, в них нет блеска, скорее всего, это проблемы с почками. Как себя проявляется сердце? В цвете лица. Если цвет лица бледный, тусклый, наверняка существуют проблемы с кровоснабжением сердца. Состояние селезенки отслеживается по состоянию губ. Если цвет губ темный, имеет синюшный оттенок, у такого человека обязательно есть проблемы с пищеварением. Значит, не будет хорошо выполняться функция усвоения пищи. Возникнет недостаток крови и ци. А в этом случае губы как раз и будут с синюшным оттенком. Таким образом, по состоянию у хуа пяти украшающих можно тоже следить за состоянием внутренних органов. Если говорить об оздоровлении, мы можем упомянуть и пять цветов, которые соответствуют внутренним органам. Печени соответствует зеленый цвет, сердцу – красный, селезенке – желтый, легким – белый, почкам – черный. Если мы хотим сохранить здоровье внутренних органов, мы должны правильно подбирать продукты питания и руководствоваться принципом «есть то, что надо», а не то, что хочется. Выбирать пищу надо по цветам. На тарелке должны быть все пять цветов. Все зеленое полезно для печени, красное полезно для сердца, например, помидоры. Продукты желтого цвета полезны для селезенки, черного – для почек, а белого – для легких. Если, например, у вас тянет поясницу, почки ослаблены, значит, надо больше выбирать продуктов черного цвета. Если ослаблены легкие, надо выбирать продукты белого цвета. Выбирая продукты пяти цветов, мы таким образом удовлетворяем потребности в питательных веществах всех органов. Этот принцип должен стать повседневной привычкой. Потом можно выбрать еще какое-то блюдо, которое мы любим. Но это уже второй шаг выбора. Здоровье формируется постепенно, каждую минуту нашей жизни. Пять цветов продуктов соответствуют пяти органам. Они помогут нам выработать полезные привычки. Продолжение следует... Дальше мы поговорим о вкусе пищи. Каждому органу соответствует пища определенного вкуса. Печень любит кислый вкус. Сердце горький, селезенка сладкий, легкие остры, почки соленые. У каждого человека свои вкусовые пристрастия. Продукты кислого вкуса воздействуют на печень. Если печень ослаблена, необходимо добавить в рацион немного кислого для укрепления печени. Но избыток кислого, наоборот, вредит печени. Горький вкус полезен для сердца. Сладкие продукты вскармливают селезенку. Так как сейчас сладкого едят много, у многих людей наблюдается повышенный сахар крови или нарушенное пищеварение. Во всем нужна мера. Острые продукты стимулируют наши легкие, наполняют их ци. Если при отсутствии аппетита съесть кусочек перца, то аппетит появится. Но такая стимуляция задействует изначальную ци организма и тратит ее. Поэтому острое надо ограничивать, чтобы не наносить вред легким. Соленое нравится почкам. В народе есть поговорка. Откуда без соли возьмутся силы? Соленые продукты стимулируют почки. Но соленого нельзя есть слишком много. Это для почек вредно. Так действуют на органы пять вкусов. Дальше мы поговорим о связи пяти органов и пяти звуков. Печени соответствует крик. Сердцу смех. Селезенки пение. Легким плач, почкам стон. Некоторые люди во сне издают сдавленные стоны. Это свидетельство сильного переутомления, в том числе и усталости почек. Значит, необходимы меры, укрепляющие почки. Если человек без особых причин становится плаксивым и льет слезы по любому поводу, этот симптом говорит об ослабленности легких и о необходимости их укреплять. Такое состояние может служить предвестником болезни. И для ее профилактики надо обязательно принимать капсулы тяньши с мицелием кардицепса. Он укрепит и почки, и легкие. Иногда у человека, далекого от музыки, вдруг возникает желание петь. Если он неосознанно начинает напевать грустные мелодии, такой симптом может свидетельствовать о нарушениях пищеварения, о снижении функции селезенки, надо срочно укреплять селезенку, принимать курсом кальций или сироп из фиников. Неожиданный переход на крик, разговор на повышенных тонах, признак нарушенной работы печени. Успокоить печень, вывести лишние токсины поможет хитозан. Дальше мы поговорим о смехе. Смех – одна из самых приятных эмоций. Но бывает так, что люди смеются и не могут остановиться, либо хохочут над совсем не смешными вещами. Смех приобретает нездоровый оттенок. Такой симптом говорит о переутомлении сердца, либо о проблемах с сердцем. Значит, надо принять меры по его защите. Дальше мы поговорим о пяти видах настроения, которое тоже может нести информацию о наших внутренних органах. Традиционная китайская медицина прослеживает соответствие в парах. Печень – гнев, сердце – радость, селезенка – задумчивость, легкие – печаль, почки – страх. Гнев сильно вредит печени и желчному пузырю. Если испытывать чрезмерную радость, можно навредить сердцу. Задумчивость – враг селезенки. Горе и долгая печаль могут навредить легким. Если тси легких недостаточно, у человека не будет сил. Сильный страх поражают почки. Хочу рассказать вам, как поступают в Китае, если ребенок сильно чего-то испугался. Например, большая собака напугает маленького ребенка. Конечно, его возьмут на руки, а собаку прогонят. Но кроме этого, малыша еще погладят по голове и разотрут ему уши. Зачем это делать? Окном в мир для почек являются уши, и массаж ушей стимулирует почки. Волосы – один из ухва, вспомним пять украшающих, который показывает состояние почек. Погладить по волосам – это тоже мера по укреплению почек. Почки отвечают за рост, а значит, не надо пугать детей. Это вредно сказывается на их росте и развитии. Дальше мы поговорим о пяти жидкостях организма. Это слезы, пот, прозрачная слюна, выделение из носа, вязкая мокрота. Они тоже связаны с пятью внутренними органами. Если у человека часто непроизвольно текут слезы, особенно на ветру, проблема вовсе не с глазами. Нужно нормализовать работу печени. Когда тси печени наполнится, восстановится способность удерживать слезы. Бывает, что во время еды у человека происходит сильное потоотделение. Этот симптом говорит о проблемах с сердцем. Надо нормализовать работу сердца. У некоторых во время сна на подушку течет слюна. Этот симптом говорит о слабости селезенки. Бывает, что ощущается сухость во рту. Это не проблема ротовой полости. В этом случае отсутствует густая слюна, за которую отвечают почки. Почки распределяют воду по организму. Когда она льется из глаз, это слезы, из носа сопли, а во рту это слюна. Но если возникает сухость во рту, это значит, что в результате переутомления почки снизили свою активность. Их надо поддержать. Принять кардицепс для восстановления их нормальной функции. Если тси легких недостаточно, из носа постоянно будет течь. Выделение из носа – симптом сниженной активности легких. По поведению и изменениям жидкостей организма мы тоже можем диагностировать слабость того или иного органа и своевременно принимать соответствующие меры. Каждый день мы делаем обычные движения. Ходим, сидим, лежим. Если наша двигательная активность нерациональна, это тоже может нанести вред нашим внутренним органам. Если ходить очень долго или очень быстро, то можно навредить печени. Поэтому китайские врачи говорят, долгая ходьба поражает сухожилие. Кто отвечает за сухожилие? Печень. Поэтому долгая ходьба вредит печени, как и очень быстрая. Долгое разглядывание поражает кровь. Если долго сидеть перед компьютером или экраном сотового телефона, можно нанести вред сердцу. Надо делать разумные перерывы. Долгое сидение поражает мышцы. Если ваша работа имеет сидячий характер, и вы целый день не имеете возможности оторваться от своих бумаг или монитора, в результате долгого сидения наносится вред мышцам. Что отвечает за мышцы? Селезенка. Значит, в итоге мы наносим вред селезенке. Долгое лежание вредно для легких. Если вы в лежачем состоянии проводите весь день, долгое лежание поражает ци. За ци отвечают легкие. Поэтому и говорят, что долгое лежание вредно для легких. Долгое стояние тоже вредно. Например, у учителя, когда ведут уроки, они стоят по 5-7 часов в день. Долгое стояние поражает кости и, соответственно, почки. В течение дня мы должны разумно сочетать различные виды двигательной активности, чтобы обеспечить здоровье внутренних органов. Дальше мы поговорим о влиянии пяти ядовитых эмоций на внутренние органы. Что это за ядовитые эмоции? Это гнев, ненависть, обида, раздражение и тоска. Гнев – это самое ядовитое чувство. Те, кто часто гневается, вредят своей печени. Во время гнева в организме вырабатывается огромное количество токсинов, которые в итоге вредны для печени. Ненависть поражает сердце. Если мы внутренне ненавидим какого-то человека, он об этом не знает, и вреда ему от нашей ненависти никакого не происходит. О себе мы наносим серьезный вред. Наша ненависть никак не повлияет на окружающих, а мы серьезно навредим сердцу. Обида поражает селезенку. У тех, кто постоянно на что-то обижен, плохое пищеварение. Любая пища им невкусная, они все плохо переваривают. Следующее чувство – раздражение. Бывают очень нервозные люди. Только-только улыбался, а через минуту раздражается по непонятной причине. У таких людей частые обиды поражают легкие. Следующее вредное чувство – тоска и отвращение. Такие люди испытывают чувство отвращения к любой вещи. У таких людей слабые почки. По этой причине мы называем пять эмоций – гнев, ненависть, обиду, раздражение и тоску – пятью ядами, способными отравлять всю жизнь человека. Если этого яда немного, человек болеет. Если избыток, может и умереть. Таких эмоций надо всеми силами избегать. Гнев, ненависть, обида, раздражение и тоска поражают печень, сердце, селезенку, легкие и почки. Необходимо сохранять ровное состояние духа. Это основа крепкого здоровья. Дальше мы поговорим о пяти добродетелях, которые укрепляют внутренние органы. Именно они помогут справиться с пятью ядовитыми эмоциями. Это доброта, вежливость, честность, чувство долга и мудрость. Тот, у кого добрая душа, обладает здоровой печенью. Быть добрым – совершенно бесплатный способ укрепить печень. Можно не тратить деньги на БАДы и лекарства, и быть здоровым. Но если к доброте добавить еще и БАДы, например, хитозан, эффект будет еще лучше. Вежливость тоже полезна для здоровья. Если человек соблюдает приличие, выражает уважение к старшим и корректно ведет себя с младшими, он тем самым помогает своему сердцу. Быть вежливым полезно для здоровья сердца. Если к вежливости добавить целебные капсулы тяньши, эффект будет еще лучше. Следующий одобродетель – это честность. Если человек отвечает за свои слова, выполняет то, что обещал, у него не будет проблем с селезенкой. Если честность относится к вашим повседневным привычкам, у вас будет здоровая селезенка. Если у человека есть понимание долга, у него будут здоровые легкие. Такие люди не будут сердиться по пустякам, так как они знают, в чем состоит их долг. Следующий одобродетель – мудрость. Мудрый человек понимает, от чего можно отказаться, что можно забыть. Он не будет искать для себя дополнительных негативных эмоций. Мудрость полезна для здоровья почек, так как такие люди умеют сохранять душевное спокойствие. Пять добродетелей – доброта, вежливость, честность, чувство долга и мудрость помогают нам сохранить здоровье в пяти главных внутренних органах. Если вы будете следовать этим пяти добродетелям пару-тройку дней, вы ничего не почувствуете. Но если вы будете следовать им больше месяца, то увидите, как изменится ваше душевное состояние. Состояние внутренних органов тоже начнет меняться. Быть добродетельным – это хороший способ оздоровления, не требующий денежных затрат. В завершающей части лекции я хочу рассказать о пяти прекрасных продуктах тяньши, которые соответствуют пяти внутренним органам. Для оздоровления легких лучше всего подходят капсулы тяньши с мицелем кардицепса. Кардицепс также укрепляет почки. Для нормализации работы печени лучше всего принимать хитозан. Для укрепления сердца можно выбрать один продукт из трех – целебные капсулы, вайкан, капсулы с ресвератролом. Для селезенки можно выбрать спирулину и сироп из фиников. Это хорошие продукты для создания правильного движения ТИ и крови в организме, чтобы все питательные вещества усваивались полностью. Для укрепления почек можно, кроме кардицепса, выбрать кальций. Сочетание кардицепса и кальция очень эффективно. Восполняя кальций, мы укрепляем кости. Укрепляя кости, мы укрепляем почки. Для легких к кардицепсу можно добавить сироп из фиников. Он восполняет ТИ и кровь. В этой лекции мы разобрали связь пяти первоэлементов – дерево, огня, земли, металла, воды – с пятью внутренними органами, пятью цветами, пятью вкусами и многими другими факторами. Конечно же, это только небольшая часть всей информации, связанной с теорией пяти первоэлементов. В дальнейшем мы сможем более подробно разобрать ее. Большое спасибо всем за внимание. Желаю всем здоровья и радости!